Сафари Да, этот сафари мы проводим уже в течение шести лет. И традиционно получается, что каждый год в конце августа или начале сентября. Это самый ветреный сезон в Египте, поэтому беспроигрышный абсолютно вариант. Тепло, ветер дует. И, как правило, самый массовый. Мы выезжаем двумя, тремя, иногда даже четырьмя яхтами большими. От 20 до 28 человек на каждой яхте. Ну, где-то до 100 человек. И выезжаем на небольшой необитаемый остров в Красном море, который находится где-то там в 15-20 километрах от берега. Где идеальные условия для кайтсерфинга, для новичков. Учим начинающих. Сами катаемся, кто умеет кататься, прыгает. В общем, самое идеальное условие, наверное, которое только можно найти в ближайшем к нам месте, так скажем. А сколько дней обычно? Неделя. Субботы по субботу. И прям яхта стоит непосредственно на острове, в 100 метрах буквально от острова, от пляжа. Маленькие лодки-зодиаки по две на каждой яхте высаживают людей. То есть работают как трансфер сюда-сюда постоянно. Ты живешь прям на споте, как говорится. То есть яхта – это как будто маленькая гостиница. И не просто на споте, а, наверное, на самом идеальном споте, который только можно придумать. И, как правило, на третий-четвертый день этого мероприятия, уже даже когда новички у нас немножко поднатаскались, мы проводим традиционную гонку, которая называется Vioxx Fun Race. Это уже у нас продолжается в течение, наверное, так же где-то 6-7 лет. Традиционно в Египте на Кайт Сафари. И вторая гонка на Маврикии в рамках фестиваля Маоришу Скайджем, который у нас проходит в ноябре месяце. К соревнованиям допускаются непрофессионалы абсолютно. Это именно гонка для любителей. То есть там достаточно простая дистанция. Ну, очень похожая на настоящую, но не такая сложная, в общем. Сами ее размечаем? Да, мы ставим буи. Ну, там на самом деле один буй, стартовая линия, один буй. Вот. И все стартуют. Ну, гонку мы делаем не такую массовую, потому что, так как все начинающие, если мы запустим одновременно 20 человек, могут быть там пересечения, травмы. Запускаем одновременно 4 человека. Они едут сразу же к бую, который стоит где-то там далеко в море, очень быстро. Потом огибают этот буй и также быстро должны вернуться к стартовой линии. Но только так быстро это не получится, потому что обратно нужно ехать против ветра. Это несколькими галсами. И там уже дальше нужно включать хоть какую-то стратегию. Ну, она достаточно простая, поэтому, ну, это доступно каждому любителю. Первые двое, которые пересекут финишную линию, проходят следующий круг. А двое других выбывают. Вот. Ну, и, соответственно, несколько четверок. Два-два. Они опять сообразуют новые четверки. И также по два человека выходят до финала. И в финале остаются четыре человека, самые сильные, самые уже опытные. Вот. И эти четверо разыгрывают между собой первое, второе, третье и четвертое место. Вот. Понятно. На самом деле, эта гонка, она не требует никаких навыков абсолютно. То есть, самые абсолютно базовые навыки. То есть, человек встал на доску, научился ей возвращаться ехать против ветра, все. Там дальше включить какую-то простейшую стратегию. Это можно спросить там у меня или еще у кого-то более опытного. Но это все подскажет, это не секрет абсолютно, как лучше ехать. Не стоит быстро разгоняться, лучше ехать там острее к ветру. Поэтому это даст тебе шансов быстрее финишировать. Вот. Поэтому все абсолютно легко с этим справляются. Ну, конечно, разные погодные условия только бывают. Когда бывает слабый ветер, конечно, бывают трудности. Кто-то там... Ну, на самом деле, прям включается такой соревновательный... Соревновательный эффект, да. Когда, ну, включается нервоз, конечно. Все же нервничают, все же хотят победить. Они там... Кто-то до этого вообще ни разу в жизни в соревнованиях не участвовал. Но, тем не менее, хочет выиграть, приехать первым. Ну, вот. Достаточно интересное зрелище. Как для самих участников, так и для зрителей. В этом году у нас победил самый опытный в мужском. У нас же мужской и женский зачет проводятся. Ну, девочек, как правило, не так много, как мужчин. В мужском зачете победил наш уже неоднократный участник, который, пожалуй, на всех кайт-сафари у нас был. Ну, в этот раз он прям так собрался. Ветер был не очень сильный, да. И он приехал первый. Это Сергей Странатка. По кличке Копоть. У нас сейчас в этом еще году, в ноябре, в рамках фестиваля «Мариша Скайджем» будет проходить такая же гонка. В ней тоже участвует там где-то от 20 до 40 человек обычно. Ну, не знаю, сколько в этом году будет. Ну, надеюсь, не меньше 20 точно. Вот. И следующий опять в следующем августе, в сентябре. Притом гонка такая с мотивацией. У нас есть призы. Это достаточно неплохие призы даже по сравнению с соревнованиями уровня чемпионата России, скажем так. Да, у нас первое место получает новенький кайт. Достаточно дорогой. Вот. А в женском зачете девочка получает новую доску. Ну, как бы... Это так вот, достаточно достойный уровень. Ха-ха-ха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова